Снова про бизнес и снова про войну. Здравствуйте, подписчики и случайные зрители нашего канала. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о некоторых особенностях беспошлиного ввоза товаров в США на Amazon, которые возникли в последнее время. И также затронем вопрос торговой войны с Китаем. И это еще не все. Смотрим внимательно. В настоящий момент поступает информация от такой платформы, как Alibaba, которая является основным маркетплейсом, где продавцы с Amazon находят своих производителей и оптовых поставщиков из Китая. Так вот, информация заключается в том, что американская таможня проводит проверки товаров, которые импортируются на Amazon различными экспресс-службами, такими как HH, UPS, FedEx. Значит, проверки происходят на всей территории США, во всех штатах. Происходит проверка товаров, которые доставляются на склады Amazon и проверяются товары, заявленные стоимостью которых ниже 800 долларов. В настоящее время данная ситуация может привести к задержкам на таможне США, поскольку процесс проверки может занимать определенное время. Они проверяют, соответствует ли товар объявленной стоимости, соответствуют ли все параметры, указанные в посылке, то есть заявленные, соответствуют ли фактическим реальным параметрам. Если есть несоответствие, таможня определяет, что поставщик или импортер занизили стоимость груза, то тогда необходимо будет связаться со службой для таможенного оформления и очистки, и оплаты всех таможенных пошлин. То есть, таким образом, они ищут недобросовестных экспортеров из Китая, продавцов, которые занижают стоимость товара, чтобы уйти от оплаты пошлин. Продолжительность, точная продолжительность таможенного досмотра на данный момент неизвестна. Некоторые посылки после проверки проходят без проблем, некоторым необходимо предоставлять все документы. Поэтому следите за тем, чтобы в счетах, фактурах все данные были указаны правильно. От номинования товара, его количества, его стоимости. Это может сыграть важную роль при прохождении процедуры таможенной очистки. Amazon начинает менять управляющий персонал отдельных отделов на специальных роботов. Раньше роботы компании работали на складах Amazon FBA Fulfillment Center, но они работают и сейчас там. Теперь речь идет не о тех роботах, которые выполняют физическую работу, а о программном обеспечении, которое заменит менеджеров с высокими зарплатами, которые занимались интеллектуальным трудом. Amazon заменяет роботами часть сотрудников, которые занимались сделками с представителями различных брендов. Значит, алгоритмы Amazon позволят поставщикам связываться с маркетплейсом и начинать работу с ним без взаимодействия с живыми сотрудниками. В последние месяцы несколько топ-менеджеров уже покинули свои должности, которые были задействованы в коммуникациях с представителями различных брендов. Или часть сотрудников, которые были сняты с этих должностей, были переназначены на новые должности. Таким образом, Amazon работает над программным обеспечением, которое заменяет этих сотрудников. Также Amazon разрабатывает и технические средства, которые смогут решать такие задачи, как прогнозирование спроса, проведение переговоров по ценообразованию и другие аналитические функции. И в данном случае речь идет о том, что автоматизированный труд заменяет не только людей физического труда, но уже и умственного. Amazon считает, что сотрудники тратили огромное количество времени на те рабочие процессы, которые могли быть автоматизированы. Речь об этом шла еще в 2014 году. И вот сейчас Amazon начинает внедрять так называемых интеллектуальных программных роботов. Если вы твердо решили начать бизнес на Amazon, зарегистрируйте аккаунт Paynear по ссылке в описании под этим видео и получите специальный денежный бонус. Трамп возобновил торговую войну с Китаем. Америка 6 июля собирается ввести 20% новые пошлины на китайские товары, которые импортируются на территорию Америки. Теперь для китайского бизнеса это дополнительно обойдется в 50 миллиардов долларов ежегодно. Президент США Дональд Трамп обвиняет Китая в нечестной торговле, а также кражи технологии и интеллектуальной собственности. И в качестве наказания принял очередное решение о введении новых пошлин. Претензии по этому поводу со стороны американских политиков звучат уже давно. Но в большинстве случаев противостояние этих двух стран заканчивалось дипломатичным путем и некоторым перемирием благодаря уступчивости китайских коллег. Теперь же все договоренности между Америкой и Китаем потеряли свою актуальность и в ответ на американские действия Китай планирует подготовить пакет документов, чтобы ввести подобные пошлины уже в адрес американских товаров и также на аналогичную сумму на 50 миллиардов долларов, чтобы ежегодно выходило дополнительных пошлин. И Трамп теперь обещает продолжить расширение экономического эмбарго дополнительными санкциями, новыми запретами, которые он опять же будет вводить поэтапно. Конечно, в некоторой степени все эти торговые войны имеют прямое отношение к торговле на ЭМС, поскольку подавляющее большинство продавцов из нашего сообщества это продавцы, которые продают товары китайского производства. Не все, но большинство. И, конечно, таким образом возрастет себестоимость товара и, скорее всего, конечная цена. Но, поскольку основная масса товаров и так производится в Китае, и наши конкуренты с вами это тоже в основном только китайцы, то в целом правила работы на американском рынке могут ухудшиться для всех одинаково. Но, опять же, здесь есть нюанс. Сейчас санкции вводятся поэтапно и они затрагивают определенные отрасли, которые являются значимыми. Как для Китая, так и для Америки. То есть, конкретно люди, которые работают в небольших нишах, вряд ли смогут ощутить на себе ведение новых пошлин. Не факт, что вообще ваш товар окажется в категории товара, который получит усиление пошлин, импорта. Поэтому беспокоиться не о чем, а даже если это и произойдет, то это произойдет в равных условиях для всех участников рынка, если вы занимаетесь торговлей с Китаем. Поскольку 90%, даже, наверное, 95% продукции на Амазон – это все китайское производство. Поэтому беспокоиться здесь не о чем, но сама тенденция интересная. И мы будем за ней наблюдать и дальше с большим интересом. А также, если будут возникать какие-то дополнительные сложности, мы будем искать пути адаптации и повышения эффективности ведения бизнеса уже в новых условиях. Ну что ж, спасибо за внимание. Очередной выпуск подходит к своему завершению. А вы, в свою очередь, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, в котором мы публикуем свежие выпуски и некоторую краткую информацию в срочном порядке. А также в наш Телеграм-чат, где мы можем обсуждать те или иные вопросы, связанные как с Амазоном, так и бизнесом в интернете вообще. А также ссылки на обучающие программы и сервисы для ведения бизнеса вы найдете внизу в описании под этим видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете также их задать внизу под этим видео в комментариях. Мы по возможности будем на них отвечать. Ну что ж, спасибо за внимание и до скорых встреч. Удачи в бизнесе. На связи был Амазон Эксперт. Амазон Эксперт. Амазон Эксперт за информацию. Продолжение следует...